Славянск 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 Бойца нашего здесь фронта, который у нас здесь внутренний, и где, как знать, где он нужнее, нужен и тот фронт, нужен и этот. И вчера было очень много людей, и на поменах, и на прощании, и на кладбище. Я так скажу, у нас очень много патриотов, у которых, наверное, все-таки есть свои дела, которые пока не могут бросить своих детей, но их очень много на самом деле. Поэтому я предлагаю помолчать минутку в честь наших больших бойцов, в честь бойцов, которых мы теряем даже здесь, уже на освобожденной земле, болезней, которые, кстати, тоже из-за войны в цивилизованных странах отравда так не умирают, так умирают в наших запущенных странах третьего мира, где у нас поздняя диагностика и все остальное. Спасибо Ларисе за ее труд, наверное, спасибо всех бойцов, которых она накрыла своими сетями, которых была, спасибо за то, что она делала и вдохновляла многих людей. Мы будем помнить ее, она будет жить в нашей памяти, пока мы будем живы, мы в нашей жизни. Я не надеюсь, что появляются два-три патриота, и все, что мы делаем не зря, и рано или поздно нас не будет всех здесь стоящих, но за место нас должны подниматься те люди, которые понимают, что то, что мы делаем, мы делаем не для себя, мы делаем для своей страны, для своих будущих детей, внуков, для будущих поколений, чтобы оставить им хоть что-нибудь, кроме того рабства, которое оставили не мои родители, наверное, и ваши, которые не могли поднять голову, которые жили в полицейской стране, где управляла советская система, которая была сделана годами, со все Сталинами, Ленинами и всеми остальными, и когда людей не считали за людей. Поэтому все зависит от нас, все в наших руках, главное не сдаваться, бориться и побороться, бороться мы все побороться, да, я говорю, все чем-то. И мы не сдадимся, мы в своей жизни определились, призываем всех, приходите к нам, будем бороться, и будем делать чище нашу землю, нашу страну, и будем жить уже в другой Украине. Украине для людей. Слава Украине! Город! Слава! Есть хорошие новости, мы вчера были в Краматурске, город наш, можно сказать, город по-братиму Славянску. Краматурск-Славянск практически один город, который соединяется и историей нашей, и очень близко к нам расположен. И вот были на дне города, в этом известном парке, кто напомнит мне, как он? Бернацкого. Бернацкого, да. В этом парке проходил день города. Мы приехали к пяти часам туда, опять не было ни одного флага, взяли четыре флага. Привезли туда кусочек Украины. Но в этот раз, хочу заметить, флаги у нас забрали сразу же. Забрали молодые детвора и сказали, дайте, пожалуйста, помахать флаг. Просто подержать. И мы отдали флаги, мы стояли уже почти в сторонке, они махали, друг другу передавали, всем хотелось подержать европейский флаг. Было очень много предложений купить у нас флаг. Продайте, продайте, мы вам заплатим деньги, продайте, у нас нет этих флагов продаж даже. Мы брали с собой маленькие флажки, раздали их сразу. Дети с удовольствием берут флажки. Все кричат «Слава Украине!». Когда мы оттуда выезжали, ну это надо было видеть, мы открыли люк, у нас есть видео, да, девочка поднялась и махала флажком. Люди кричали «Слава Украине!», все махали. Ну, насколько это было все красиво, патриотично, и насколько там патриотичных людей. Единственное, кого я там не увидел, это Жебринского и Климова, их там не было. Да, они бегали, наверное, устали. Днем они бегали, наверное, устали. Так вот, я хочу вернуться опять к тому моменту, что все, что вокруг видят люди, все, что вокруг украинского, кроме вот этих, наверное, флагов, частных с полком, я эти флаги уже не вешал. Но флаги по улицам, по той же свободе по улице, флажки маленькие, которые раздаются на мероприятиях, никогда, за все время, после освобождения Славянска, я не видел, чтобы наши правители, или как они себя там хотят назвать, да, или наши слуги, исполняющие волю народа, с этого серого здания, ни на одном патриотическом, повторяюсь, празднике, государственном празднике, кроме как исполнить им, на большее не сподвинулись. То есть они не раздавали ни маленьких флажки детям, ничего. Все флажки, которые раздавались, вся символика, которая в городе, это все от общественности. Но, к сожалению, у общественности кончаются деньги. У нас у всех есть свои проблемы тоже, семьи есть, и свои предприятия, бизнес-предприятия разваливались, и за время оккупации, и после оккупации некогда этим заниматься. Поэтому мы обращаемся ко всем, как сейчас можно называть, самодостаточным украинцам. Вот я часто слышу от Ирида, вот от Алексея, я вчера слышу, успевающие бизнесмены, преуспевающие бизнесмены. И вот особенно во время войны преуспевающие. А война идет у нас, война никуда не уходила. Вот если у них есть еще доля какой-то ответственности за Украину, есть ли их желание, они могут помогать нам. Я готов отчитаться за каждую копейку. Пусть приходят сюда на вечер, приносят вклады какие-то. Я не хочу открывать счета, я не хочу заморачиваться. Вот все на вечер принесли, пересчитали, сразу сказали, какая сумма. Я купил за все, отчитался, чеки выложу в социальных сетях и принесу, покажу. Я хочу, чтобы много было украинских флагов, чтобы было много украинской символики. Скажу немножко подробнее, что я эти флажки покупаю по 3,50 на Барабашова. То, что я продаю через свой бизнес, который у меня еще остался, я продаю без оценки совершенно, их бесплатно привожу туда для тех, кто желает. И я их продаю себе в магазине, допустим, вот именно по 3,50. Когда отложу людям в магазины, тоже по 3,50. Также и большие флаги, которые я покупаю, по 55 гривен, по 50 гривен, с гербом, без герба, есть по 45 гривен. Мы тоже раздаем по себе стоимости. Мы флаги, к тому же, еще и шьем. Те флаги, которые мы вешаем на улицах, мы их шьем. Шьет их Таня Малик, наш патриот, который спасла летчика. Мы покупаем материал и шьем столько, сколько надо. Меняем флаги, меняем флаги на въезды в город, на высоких частях, где-то на том же здесь связи. То есть стараемся следить за этим. Городским властям это не нужно. Напомню, что когда мы были на приеме Ужебринского, он сказал мне лично, и это ему есть видеозапись, что Донецкая область на национально-патриотическое воспитание на символику получили 60 тысяч гривен в прошлом году. Мы не увидели оттуда ни копейки, но нам деньги не нужны. Нам дайте флаги, дайте, что мы можем детям раздавать. Потом как дети просят. Мы раздаем, у нас быстро все заканчивается, нам не хватает на мероприятия. Мы не Королевская, не Соло, которые могут брать даже на государственные деньги для этого. Поэтому мы все покупаем, открываем свои силы. И хотелось бы тоже напомнить, что Королевская в это время опять бухала в полево солодом. И значит, они хотели здесь устроить попойку или, не знаю, встречу со своим белым братством. Но общественность узнала об этом, пришла немножко раньше, на полчаса. Заняли места на третьем этаже. И по словам ее... О исполкоме? О исполкоме, да. И по словам ее, ну, каштаны каких называют, таким добрым именем. Я люблю собачьих каштанков, такие-таки, которые любят прислуживать Королевской. Не знаю, совершенно не думая ни о себе, ни о близких, ни о родине, ни о том, что у нас ничего не меняется в стране при помощи таким королевским. Так вот, хочу сказать, что... Грязно! Так вот, хочу сказать, что они сказали, что она срочно поехала в Маринку. Маринка была обстреляна, и двум женщинам нету койко-мест. И Наталья Королевская поехала добиваться койко-места для них. И здесь же мне звонят через минуту и говорят, что Королевская находится у нас на котельномеханическом заводе у Придворова, пана Придворова, который чествует ее там, и они поздравляют с днем машиностроителя, работников завода. Ну, Королевская, у нее есть раздражение личности, это мы все знаем, вот, но когда пришли оттуда, приглашали, сказали, что она еще и в Харьков поехала. Прямо с завода поехала в Харьков, тоже это мы есть видеодоказательство, мы это снимали сюда, видя. А Третья Королевская появилась с Юрой Солодом в полервый вечер, был попобухать. Вот, но я вам так скажу, что они собирают директоров школ, директоров садиков, которые без водки общаться не могут. То есть это люди, их надо лечить от организма, или я не знаю, или как-то говорить, что люди, давайте как-то веселиться без пьянки, давайте не устраивать праздник мяса, когда здесь все пьяные, потом идут задираться в детворе, которое устроило на Шевченко живую улицу, и там без алкоголя отдыхали. Вот, что хотелось бы сказать, может быть, нормальные люди нас услышат, пусть присоединяются, давайте бороться хотя бы с алкоголизмом славянским, давайте бороться с тем, чтобы не спаивал ях людей, не спаивал королевского учителей, директоров, а чем они там общаются? Она обещает, полермонтов у них не уголок уже, наверное, они там общаются о том, что никогда не закончатся покоры с родителями, не переживайте, вас за это никто наказывать не будет, собирайте последнее с родителями. Ведь у нас есть такие школы, которые два раза капитально отремонтировали, а с родителями собирают до сих пор, и на шторы, и на краску, и на парк, и на все остальное, на ремонт школы. Почему родители молчат? Почему так запуганы все, боятся, что будут притеснять детей? У всех детей есть мобильные телефоны, есть запись как минимум диктофона, начинают притеснять ребенка. Записывайте, приходите ко мне, да будем строить, будем выгонять со школы таких учителей, которые будут отыгрываться на дети. Не надо бояться, хватит бояться, пора разгибать уже спины. Мы вот стоим рядом с этим серым домом, благодаря тому, что у нас здесь есть навес, когда дождь. Это наш навес, это наш серый дом. А те люди, которые там, это наши слуги. Мы их наняли на работу, выплатим их со своих налогов зарплату. И они это должны понимать. Они собирают здесь котляки, когда приезжает Королевская, ну, извините меня, она враг народа, она сепаратист, она предатель. У него брат с Путиным общается, министр соцразвития, по-моему, или чего-то там в России, в нашем, кстати, по-моему, области районов, приближенных к нам. Вот поэтому он ее крышует, мягко выражается. И благодаря тому, что у нас на сегодняшний день президент, не такой бандит, как был раньше, а как он пытается, как пытаемся мы понимать его, что он все-таки законит, и он пытается при помощи закона бороться с этим пыдлом, извините за выражение. И поэтому так долго, и поэтому гибнут пацаны, и поэтому в бизнес на день разграничения. Поэтому Поросюк, единственный человек, который дал помочь не тому, кому надо было, стал сразу плохой. А я за то, что мы должны давать первые возможности в помочь, даже если нас в тюрьму посадят. У нас война, и надо это понимать. Если Поросюка нервы не выдержали, давно они его должны были не выдержать, потому что он видит, что это не то, которое происходит. Вот не надо так, давайте будем толерантны. Давайте мы попросим наших ребят, когда их будут стрелять, с той стороны бандиты, чтобы они говорят, да подождите, не стреляйте, давайте поговорим. Что это за, извините меня, отношения? Это все предатели, так говорят. Надо бить пороженьем людям, которые заслуживают. Действительно, что мы не можем бить женщин. Женщины должны бить женщин. Поэтому мы были с женщинами, но Королевская испугалась неудачно. Мы не можем запретить, наверное, бухать Королевской и тем людям, которые зависимы от алкоголя. Но мы можем не пустить ее сюда. Мы можем не пускать ее на общественные мероприятия. Зеленка, вы меня извините. Я не знаю, втрубливала Королевскую зеленкой, но кроме зеленки есть еще очень много средств других. Так что будет она бедная, если она с тобой ездит. Пусть она варит свою рашу и вместе с братом проделают глинать. Слава Украине! Героям слава! Сейчас они делают на нас глинать, однако. Потому что мэр Лях наш сейчас разворовывает на правой и на левой инвестиции. Но совместно с Жибрильским. Значит, мы с Василием Хоменко дали два запыта. Один запад, это городской ОКС. Это детище Шаповалова. Там у него только трудятся все кроматорчане. Директор там кроматорчанин он поменял. И все там остальные также участвуют. Фирмы это кроматорские почему-то. Когда я задала вопрос, я говорю, что в Славянске у меня эти работы. Люди ходят без работы. Нет рабочих мест. Переселенцев здесь у нас сколько. Тоже нет рабочих мест. Ответа не последовало. На запад не ответили. Но, как известно, если на запад до сих пор нет ответа, это три года уголовный срок. Значит, я могу посадить и Винокурова, и того. Винокурова также не ответил. И не дает вообще. В серокопии говорит, я не дам. Поэтому я приглашаю завтра Василия Александровича. Вы на 10 сектора можете, и всех остальных я еще приглашу в правом сектора. Кто сможет, кто сможет. Кто сможет, на 10 часов идем. Это уже надо принимать конкурктивные меры. У нас разворовали 2,8 миллиарда инвестиций. Рыба гниет с головой. Это все под патронатом Шибринского. Не знает, куда дальше. Ноги растут. Но ноги растут от него. Его замом. Зам его сидит бандит. Торгует наркотиками. Сам наркоман. И крешует вот это вот в руководитель. Конечно, Винокурова это пешка, но тем не менее он в этой цепочке. Если бы он отказался и сказал, я не буду воровать. А так как он там завязан. И в первую очередь мы знаем, что он работал с Януковичами, фирмами. И продолжает. Они работают и с ним, и ездят туда, в Донецк. Вот такие у нас фирмы работают. Я же говорю, раздеребанили 2,8 миллиарда инвестиций. Это не так просто. Поэтому я считаю, мы должны власть брать свои руки. Обращалась куда мы не обращались вместе с вами. И к президенту, пособствовавшать. Никому мы не нужны. Пока мы сами не возьмемся за это дело. Не выгоним их со своих мест. Не посадим их. Завтра, значит, кто может на 10 часов. Идем, вызываем полицию, подаем на суд. Потому что это уголовное дело. Есть такая статья. Занят ответ на сад. Не хотят по-хорошему. Значит, будем так вот действовать. Мы уже со стороны. И нужно привлекать то, что у нас есть, законом дано. Поэтому попрошу всех, если кто сможет. Это надо накормить, иначе они чем дальше богателят. У них есть деньги на питье там. Потому что разворовали все, что могли. И на все остальное. Потом на выборы. А мы должны сами идти теперь на выборы. Потому что кроме нас никто не спасет. Мы должны вот из наших рядов выбирать. Вот здесь у нас депутаты. А не вот там, которые сепаратюги. Какая разница, что вот там в ДНР, что здесь у нас все депутаты сепаратюги. Вы замечаете. Так какая разница, что там, что здесь. Их, значит, в таком случае их нужно выгонять. Мы... Надо остановиться за слоном. Их отсюда выводить. Не хотят по-хорошему. Значит, будем там хладко. Без помощи. Бояться важнее ожидания смерти, чем как такова. Тебя и Бог, чтобы попали в рай большинство. Хотя бы наши девочки, которые... Им тяжелее в два раза черна. А мы-то, может быть, его помощницы. Мне даже не нравится. Я хочу сказать, что вот, когда мы там все наиболее были, так, повторюсь, наверное, может кто-то не знает. Самое интересное, что они все там в Донецке. Что, знаете, как вот мы приезжали раньше в Крым, в Донецке. Вот это такие же Донецкие сидят. А нет, руководители говорят, да вы что, вы здесь сами себе ляха выбрали. А мы говорят, при чем, что вы здесь права качаете. Говорит, Украина это бандит. Да. А я говорю, а вы что, не выбирали? Нет, я из Донецка сюда приехала. И каждое воскресенье езжу туда к больной маме. Так вот, я так понимаю, если каждое воскресенье ездить на оккупированную территорию, туда к террористам, то что здесь можно построить, и так здесь можно руководить. То есть, ну, я был бы, наверное, полным идиотом, если бы я был бандитом там, и не ловил бы этих людей там, не говорил им, что здесь делать. Значит, я вашу маму отправлю раньше времени. Ну, если бы я был бандитом. Вот, понимаете, когда нам говорят, что мы взяли такими методами, как они. Ну, мы так войну проиграем. Если мы будем постоянно честными и порядочными, они будут нечестными и непорядочными. Наверное, я сейчас плохие вещи говорю, но мы проиграем так войну. Вот поэтому надо с ними, и этими же методами бороться. И когда они говорят, что мы поставим ваших людей впереди себя, и попробуйте ставить ваших людей, надо их выгнать на их территорию, и пусть они своих людей впереди себя ставят. И тогда повоюют. А не так, когда они здесь город заняли, в каждом окне водится было через окно, и наши местные здесь коллаборанты кричали, украинцы бомбят свой город, своих убивают. Кто здесь вы, кто здесь чужой, понятно, после того, как они кричат и лайки ставят под видео, правильно? Мы же определяем уже за два с половиной года, я говорю, я уже в темноте ночью, в черной одежде со спины определил уже врага. Мне уже не надо спрашивать за кого-то. Я хочу дополнить, вот все знают про тот суд общественного совета, который не регистрирует наш Вадимка, и не собирается его регистрировать, мы подали в суд. Суд выкрали, его обязали принять меры, то есть или зарегистрировать, или отказать, но не чтобы на вопрос не висел воздух. И вот они подали на апелляцию. Апелляционный суд признал решение первого суда, признать действительное. И обязательно его все-таки разобрать это дело. Идет время, ему некогда. То ли карты мешают, то ли алкоголизм, я не знаю. То есть это надо у него спросить, я с ним редко общаюсь, он не хочет со мной почему-то разговаривать, он не хочет нормального диалога, вот как, допустим, мы общались с женками за мир, я их просил не устраивать молитвен, криками со слезами, не пугать детей. И они, кстати, буквально в пятницу спели «Гимн Украины». Я не пришел сначать, но они подхватили, и довольно-таки неплохо они умерли в «Гимн Украине». На славу Украине они неохотно сказали героям слава, но на славу нас они сказали, «Вася, ты вообще, я фонарил». То есть смерть себе они не желают, и смерть врагам они сказать не могут, потому что для нас враги, для них друзья. Поэтому это было уже, наверное, лишнее. Я сам понял, что я погорячился, в следующий раз так с ними общаться не буду. И вот я хочу сказать, что ряд организаций, тем, кому они все равно, написали заявление в прокуратуру, то есть кириллику славянской межской прокуратуры Шилову Владимиру Сергеевичу. Значит, я по-русски-то плохо читаю, а по-русски тем более. Прошу притягнуть документально, ревенантной ответственности Вадима, мистового голову, ну, здесь как, отчество, я не знаю, не могу назвать его по отчеству, пока он его не услышит. Миста Славянска за умысленное прешкаждание законной деятельности громадской организации Славянской Сич, то есть и ищих громадских организаций шляхом умысленного нечинения, предпоченного членом законодательства САНДИ, спрямованных на затверждение особистого склада громадской рады. Ну, в двух словах, в общественный совет вошли 40 организаций, которые туда входили не просто так, которые приносили документы, статуты свои, некоторые даже пришлось открывать организацию официально, чтобы пойти в общественный совет, потому что были бытем подгоняя, просто не о-хо-хо, да, так скажем. Вот, и для того, чтобы участвовать в жизни города, в развитии города, то есть в контроле за финансами, которые в городе, по разрушенному мосту подписи, для того, чтобы написать письмо президенту и Верховную Раду, для того, чтобы мост восстановили, и транспорт идет через город, и наши дети дышат выхлопными газами. Так вот, я попросил квартальную карпетку, чтобы она помогла мне собрать подпись. У нее 13 помощников. Я был на учредительном собрании, когда ее выбирали, и пользовались, пока подсчитывали голоса, я сделал объявление, единогласно все это одобрили, это тоже есть видео, все похлопали, 13 помощников сказали, конечно, соберем, мы написали письмо, я распечатал листочки, раздал им листочки. В общем, за две недели, они собрали 250 подписей. Для сравнения скажу, что мы за час возле рынка собрали 400 подписей. То есть, вот это работы квартальных комитетов. 250 подписей за две недели и 400 подписей за один час. То есть, мы собрали достаточное количество подписей, уже и по мостам, и по всему остальному, но опять-таки скажу, что госты ныне там. Много шуму, начали ремонтировать дорогу, кричат, что после дороги начнут делать мост, но пока не пойдут машины, мы все равно не успокоимся. Мы будем писать, мы будем кричать, мы будем заявлять везде об этом. И от того, что не закрыли с двух сторон дорогу, что туда не ездили машины, я не думаю, что что-то изменится. Когда там были евро, наши депутаты приезжали, они туда людей не впустили, депутаты не вышли к людям в Краваторске. В общем, все похоже на картинку, и все похоже на плохую картинку. Когда просто хотят нас сделать одним целым ДНР, соседи сделать одним целым ЛНР, сделать какой-то особый статус, чтобы сюда не могла влиять Украина. И я боюсь, что с этим не согласны, наверное, 90% уже нашего местного населения. Но почему-то они молчат, надеются на нас, что у нас все получится усадить. Я тоже на это надеюсь, но, честно говоря, хотелось бы, чтобы нам помогли. Хотелось бы, чтобы нам присоединялись люди и хотя бы боролись за то, чтобы оставаться в Украине. Я уже не говорю там за игорный бизнес, да, которые хотят узаконить. Завтра узаконят наркоманию, проституцию, да. Наверное, людям в церковь надо сходить и жить начинать по церковным законам, чтобы понимать. Если у нас зам Ужибринского наркотиками торгуют, их решают, надо, прежде чем что-то говорить, то, что-то как-то не догадаться. Я знаю. Все мы знаем, доказать не можем. Просьба ко всем. Бездоказательно никого не оскорблять, не говорить, потому как, ну, честно говоря, вот по Красному Риману был суд совсем недавно, там есть такой югновец. Он в исполкоме занимает начальник отдела МЧС. У него есть инспектора, которые уходят, по предприятиям проверяют. Так вот он с автоматом стоял на блокпосту и проверял автобус. То есть это больший милиционер, который переоделся в форму ДНР и с автоматом выходил. То есть это есть показательские, свидетельские показания, которые давали люди на судья. Так его назвали сепаратистом, он подал на патриотов в суд. Я не знаю, где там мост, но, наверное, его не было, когда еще с автоматом выходил. Вот. Но подать в суд, быть уверенным, что никто из местных жителей Красного Римана не скажет, что ты стоял с автоматом на блокпосту, видели там многое количество людей. Это откуда такая тупая самоуверенность. И вот сейчас мне уже звонят СБУ, просят эти видео доказательства, я передаю эти доказательства суда, как люди дают, и ему же занимается СБУ. Вот таких, как Гнатенко, Югновец этот, их, наверное, много людей, безумных, которые в свое время обманули, не обманули, но пора уже возвращаться, возвращать свою голову и думать о том, что, ну, всех нас когда-то кто-то дурил, но надо признавать свои ошибки, а не упираться, не доводиться до тюрьмы или еще таких вещей. А если так нравится России, если так нравится этот маленький кремлевский глоб, так ну, езжайте туда, там же хорошо, и живите там счастливо. Что делают с Крым сейчас уже? Насколько я слышу, уже предлагают переселиться на Дальний Восток, что там есть работа. Это такое планомерное переселение, будут люди отдавать гроши, люди будут переезжать, а Крым будут заселять русской гендотой какой-то. Военными вас ставьте без совести и чести, которые расстреливают в потлах наших ребят. Как будет идти до тех пор, пока там будет бизнес, пока мы будем давать взятки при пересечении линии разграничения. Всех прошу не давать денег. Не получается, проехать, снимайте на видео, вызывайте полицию, не знаю, к общественности обращайтесь. А два с половиной года никому не подойдите, ко мне, хоть кому я дал взятку, хоть копейку. Были разные времена, и без света сидел по два месяца, и бизнес у меня лежит практически. Но есть у нас, вот еще, я повторюсь опять, успешные предприниматели во время войны, хотелось бы, чтобы они повернулись все-таки к родине лицом и помогли, хотя бы на флажки. Говори, пусть купят флажки, принесут раздавнуть детям. Мы не претендуем на раздавание. Мы хотим, чтобы у нас Украина была, чтобы это было видно. А то если мы перестанем менять флажки, то и завтра послезавтра не будет. Я сапожник. Я хочу, я хочу сказать, у меня маленький бизнес, я сапожник. И на моей работе я провожу беседы, говорю с людьми, и могу вас доверить. У нас хватает патриота, но есть маленькое, но не маленькое, но есть. Они боятся потерять работу. А людей у нас очень много. Потом еще одна, у меня как маленький бизнес. Я вижу, как тех, кто работал со штепой на парке и гонов, они работают, разбиваются. по моим сведениям, по моим сведениям, по моим сведениям, друг дружки, только можем действительно помочь копейками. А они тысячами, миллионами помогают. Они же наши деньги воруют и помогают. Правильно. Я как бизнесмен плачу налоги. Воруют инвестиции и по новой и помогают. Они, я не знаю, раньше мода была и правила там сколько, уж это бы 70 на 30 было, или 100 на 0. Откаты. предыдущая была 50 на 50. Это клички они были. Откатами занимались. Сейчас правильно мы боремся с этим, наблюдаем за этим делом, но факт даже это же депутаты остались депутатами. Они творят же все славянские. Я уверен, конечно, в том, что Украина встанет с колен и попросил обратить внимание на озеро, которое на саду, что его превращают в канализацию, стоки там и от кафешек от этих, и, наверное, и от войнской части, которая там, говорит, но уже невозможно рядом стоять, воняет канализация. Я вам скажу, что у нас слишком много экологов здесь. Это Третья Коп, это Недава, они все у них там деньги с экологией получают, да, и кричат, что мы там боремся. Вот, и у нас какие-то не дан совсем экологические средства, я помню, какие-то обраскачивания, просто что нас не пускают на контроль этих середей, куда они уходят. А действительно, кто-то должен отвечать за то, что происходит с озерами даже в центре города. То есть, это Сату, это центр практически города. И запускают такой зер. Парк Брии заливают с медными водами, потому что трубу им поменять некогда. Ну, на воинскую часть. Воинская часть, ну, поделаются. Ну, на воинскую не надо, не-не, ну, я так скажу, что пока там не была, там есть хозяйственный отдел, который должен беспокоиться о том, чтобы они не были. Мы любим солдат, мы собираемся таких купать в бане, да, кто еще не подписал, подписывайте эту петицию, мы ее скоро выложим в интернете, потому что приближается холода, баня нужна, ледом она не нужна была, а зимой она нужна, осенью, чтобы ребята не болели. Раз неделю, чтобы они могли посещать нашу ворудшую баню. Напоминается, кто не подписал, подходите ко мне, я буду давать листочки, будете подписывать у соседей, и когда мы выложим петицию, мы подпишем, что все за один день. Вот, но тем не менее, засорять окружающую среду, озера, лес валить, мы не дадим никому, даже военным, нашим ребятам. Есть вырубка санитарного леса, есть поголовное, варенье, как он в Карпатах сейчас лес, прям лысые горы стоят. То есть, вот это все неправильно, сидим надо бороться. Надо обращать внимание на все, что происходит в городе. Еще раз повторюсь, вот, у меня много всяких разных кричат, и провокаторы, штатив, и, наверное, есть и хуже, и называют, если кто-то в интернете почитает в комменте, я их редко читаю, у меня, честно говоря, нет на это времени, но друзья говорят, «Вась, ты лучше не заходи, там такое пишут». Я говорю, «Слава Богу, что пишут, хуже будет, когда про меня забудут». Так вот, я вам скажу, так вот, я вам скажу, что надо носить с собой записывающее устройство, видео, чтобы если не занято в мобилке какой-то маленький фотоаппаратик с возможностью видео, и все записывайте, пишите везде, в общественных местах вы имеете полное право. Я пишу в прокуратуре, я пишу в городе, я пишу во всех учреждениях, где только бываю. Есть такие моменты, когда люди, ну, по собственной безграмотности пытаются запретить, но через 15-20 минут или в крайнем случае после приезда полиции они уже говорят, да, мы разрешаем снимать всем суда входящим, да, мы поняли, что мы это не правы. Поэтому я это не выкладываю, когда не поняли. Вот я только выкладываю тогда, когда они этого не поняли. Вот я недавно выложил видео там с судьей, которая пыталась мне запретить и кричала, я вызову и охрану, и все, взяли суда, она мне пыталась запретить снимать видео. То есть, вплоть до того, что послала помощницу, чтобы она развернула мне в камеру. То есть, ну, хорошо, она мне бы по голове не ударила. А все послала, где ступни его по голове, которая помощница прошла, приступнула по голове. То есть, меня в городском локсе выбивали. Да, вот здесь выбивали. То есть, есть люди просто, я не знаю, но судья не знающие, я вот это не верю, есть судьи, нарушающие законы. Или она уже определилась, что она идет на пенсию свою, заслуженную, и не будет проходить эту аттестацию и все остальное. Поэтому так себя ведет, ну, надо как-то их, значит, пораньше провожать. Я за то, что быстрее бы поменяли на молодежь, на ту молодежь, которая некоррумпированная, которая думает об Украине, чтобы она была обязательно патриотической. Вот. И в судах, и в милиции. Я вам пример приведу, вот даже вот вчерашний, сегодняшний пример. Сегодня ночью спалили москвич. В 4 утра соседи вызвали, даже не хозяин, соседи вызвали, говорит, москвич, вызвали пожарников и милицию. Приехала милиция в 5 утра, патрульная, составила протокол, сказали, ждите следователя. Следователь в течение 3 часов не приходил. Мы брали опять в милицию. Говорят, ну, где же, кто придет, а что вы хотите? Мы хотим, чтобы довели следствие. Так он у вас сам, наверное, загорелся. Так что и отъехался. То есть, москвич был уже в гробе. Сего откатились сначала, попытались завести, а аккумулятор хозяин снял на ночь. И они нашли электрогензинов в багажнике, залили в салон и подожгли. Милиция говорит, никто искать не будет. Открытый текст там, почему вы не пишите на видео? Почему вы не пишите хотя бы звук? Да, нет, не догадались. А милиция открытый текст говорит, да никто искать не будет, у нас людей не хватает. Они пользуются тем, что не хватает людей и вообще ничего не делают. У нас побили благодаря фейкам Поповой побили бойца с шевроном Славянская Сечка. Когда били, говорили, это вам за ветеранов, за то, что вы ветеранов медали срывали. Кто срывал медали с ветеранов? Но об этом сказала Попова у себя по телевидению. И об этом Попова крутит сутками. И вот напился один 35-летний придурок и бил нашего парня. Вызвали милицию, составили протокол, сняли побои. Милиция звонит через месяц и говорит, придите, заберите заявление. Все равно его никто искать, где мы его вам найдем. Нормально у нас милиция? Я повторяю, милиция. Чтобы всем было понятно, полиция это те ребята молодые, которые сидят на машинах и патрулиров. А так как была полиция, так и осталась. Если они поменяли себе надпись на спине, содержимое не изменилось для многих из них. Был Харахорнин, Царство Небесное. Парень, который здесь переживал за нас и помол. Есть еще там пару человек, не буду их называть, чтобы их завтра не выгнали с этой милицией. Которые тоже, наверное, хотят уйти, они уйдут рано или поздно, потому что там в банке с пауками выжить невозможно. Пришел фурсак, который говорит, я, ребята, к вам буду приходить, буду участвовать, буду спрашивать, что вам нужно. Приходил. Пришел Леофин, решил, да нет, с кем договариваться? Сляхо проще договориться на фестивале мяса. Напоить, залить в горло всем алкашам. А потом они здесь на аппаратке, кстати, перепихиваются. Милиционер говорит, так Вадим же разрешил продавать. Он включает, а нет, я же продавать разрешил. Я же пить не разрешал. Оспоили весь город. А потом они на пресс-конференции устроились здесь у себя. А Лёгин рассказывает. Мы же потом отчет дали, что все хорошо, хорошо прошло, проскочило. Так давайте сегодня налим всем водителям по стакану. И пусть все ночь гоняют по городу, а утром проверим. А вдруг никого не задать. Хорошо, прошло. Давайте так будем делать. Наркотики детям раздадим. А потом посмотрим преступность. Не изменилось. Здорово. Прошло. Можно. Праздник людям устроить. Здесь странно, как Голландия, там наркотики продают. Чего бы нам не продавать детям. Давайте. Это наша мораль. Мораль наших тех, кто сидит вверху, кто играет в покер в закрытых клубах, говорит, что не на деньги. На чай, с сумками там играют. А потом с красными глазами здесь приходят на заседание в исполковке, сидит там куняет. У меня есть такие видео, где там его колбасит, я не знаю, наверное, в интернете нашел. Как я просто это не показываю, потому что у меня хоть и не журналисты все говорят, у меня этика хоть какая-то есть. когда мэр города такой, да, это лицо нашего города. Но, наверное, я не выдержу, что-то выложу это видео. Потому что нормальный человек так не болтается, сидя на стуле. Подумайте, пусть все подумают, кто-то нас слышит. Все это зависит от нас, от жителей города, от тем, кому не все равно. В этом городе жить нашим детям, нашим внукам. Строить этот город, делать его лучше. Сейчас такие возможности, что он сумасшедшие. Привозят из западных инвесторов сумасшедшие деньги сюда вкладывают. На развитие парка. Сейчас парк светится, пройдите ночью через парк. Да, светлее, чем на площади уже. Это потому, что проплатили американцы. Днепропетровская компания продала фонарики. Один фонарик, две 400 стоят. Когда бы мы их себе купили? Да никогда в жизни. Я понимаю, что цена завышена. Тем не менее, платят. Америкосы, как там говорят россияне, америкосы, которые хотят, чтобы нам было плохо. Делают нам жизнь светлее. Бесплатно учат английскому языку в библиотеке. Приходите учились. И вообще очень-очень много всего. Юридические консультации все бесплатно. Заметьте, не русские, американские. Кто-нибудь видел бесплатную русскую юридическую консультацию? Кто-нибудь видел, чтобы россияне здесь денег дали фонарит повесить для русскоязычных? Наверное, нет такого. Да, они только патроны могут сюда и закидывать снаряды. И кроматор спомбить с горла. Вот это все, что не могут. И враг. Надо думать. Надо думать и не сдаваться. Мы теряем патриотов, но мы есть. И мы должны бороться до последнего, до конца. По крайней мере, каждый для себя должен определить. Я для себя определил. Уважаемые жители, что здесь присутствует? Знаете, что вы для поставщиков коммунальных послуг являются источником существования. Поэтому вы должны быть готовы ко всем хитростям и лукавствам со стороны поставщиков. Но и вы должны быть объединены все, потому что темпу сеть, мы уже беседуем около двух лет, газ, ну, как бы, те, кто живут в своем доме, оно меня не касается и так далее. Проблема одна, я еще повторюсь, вы являетесь источником их жизни. Я вот услышал здесь вот по телевизору было, кажется, вчера, цифра 500 оборотов коммунальных энергетических вот этих услуг или проблем энергетических. 500 миллиардов гривен. Вы запомните эту цифру. Службы эти, поставщики нам всех вот этих тепла, электроэнергии и так далее, оборот годовой 500 миллиардов. Поделите нас, ну, грубо, на 40 миллионов населения, вы умеете 12,5 тысяч гривен зарабатывают на одном человеке. В год 12,5 тысяч гривен фирмы вот эти вот зарабатывают на вас с одного человека. Поэтому будьте готовы. Значит, договора должны быть у каждого записаны на поставку и условия поставки вам услуг. И, ну, давайте, как там, ставьте вопрос перед местными органами самоуправления о защите ваших прав. Малу.